Аминь Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая Церковь. Действительно, как приятно. И мы по-особому осознаем, именно живя в это время, как драгоценное общение с Божьей семьей. За то, что мы можем собираться в церкви сегодня вместе, приходить и разделять это общение с нашими братьями и сестрами, с нашей семьей. Молиться Богу вместе, поддерживать друг друга. Особенно в это время, когда, знаете, эти социальные цепи, они разорваны. Люди чувствуют себя как-то в одиночестве. И большая милость и благодать Божья за то, что мы можем здесь находиться в общении. Слава Ему за это, и будем дорожить этим временем, пока оно у нас есть. Группа вначале пропела такие слова «Только знай краткие дни, ты время не теряй». Мы уже последний день января, и кажется, как же так быстро январь пролетел. Вот недавно мы отмечали Новый год, встречали Новый год. Знаете, отчет нашей жизни почему-то вот в годах. Мы даже в Библии читаем. Бог отделил определенное время, определенное количество лет каждому из нас. Не в месяцах, не в неделях, но вот почему-то вот в годах. Что-то вот интересное происходит, когда мы оглядываемся и анализируем нашу жизнь за прошедший год. Если смотреть, например, на это время карантина, уже вот год скоро. И кажется, так быстро он пролетел. Может быть, быстро, может быть, не очень быстро. Но когда мы оглядываемся, может быть, что мы делали вчера, да, или на прошлой неделе, большая разница между этим и когда мы оглядываемся, и, может быть, смотрим, а что я сделал за прошлый год. И тогда вот реально мы начинаем понимать, что много того, что происходит в нашей жизни, да, оно каждый день, может быть, по чуть-чуть, по чуть-чуть меняется, но на протяжении года, потом год за годом, да, проходят, и мы видим, что наша жизнь как-то меняется. И хорошо, если она меняется в хорошую сторону. Время — это то удивительное, что дано человеку. И когда мы читаем в Ефесянам 5 глава, 15 и 17 стих, я прочитаю его из нового перевода, там написано так, «Так будьте же осторожны в образе жизни, не поступайте, как неразумные, будьте разумны, как те, кто пользуется любой возможностью творить добро, потому что время сейчас недоброе. Так не будьте же глупцами, а постигните волю Господню». Дорожите временем. У нас есть возможность что-то сделать. А что именно? Познать волю Божью. Войти в какое-то правильное положение с Богом. И в этом положении перейти в вечность. И это мы можем сделать сейчас, живя во времени на этой земле. Потому что, когда мы перейдем в вечность, у нас уже не будет на это возможности. И знаете, Новый год, он всегда был для христиан, по крайней мере, баптистов, да, таким праздником, где мы анализируем нашу жизнь. Смотрим назад и проводим какой-то анализ. Что мы сделали, как прожили жизнь, чего достигли, что приобрели, что потеряли, что утратили. А на какой базе, на какой основе? С чем мы сравниваем? Что служит для нас вот таким критерием в нашем анализе нашей жизни? Если мы возрожденные христиане, то обязательно этот факт, он будет основным в нашем анализе всего того, что происходит вокруг нас. И для нашего внимания я бы хотел предложить одну историю, которая записана в Луки 5 главе. И сегодня я бы хотел обратить именно внимание, вот когда мы анализируем нашу жизнь, именно анализируя ее, сравнивая ее с Словом Божьим. И когда мы смотрим на нашу жизнь, видим ли мы там послушание Слову Божьему. И исходя из этого, видим ли мы силу Божью в нашей жизни. Итак, это Луки 5 глава с 1 по 11 стих. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сеть свою для лова. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. «И пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть». Увидев это, Симон Петр припал коленями Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Так же и Яков, и Иоанн, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Аминь. Мы видим с первого стиха, очень интересно, записывает Лука, что народ собрался к Иисусу слышать Слово Божье. Мы сегодня собрались слышать Слово Божье. Но мы видим, Иисус обращается к Петру и дает ему определенное повеление. Петр не только слышал это Слово от Иисуса Христа, но Петр исполнил это Слово. Мы можем слушать Слово Божье, но его не исполнять. И как хотелось, как мы читаем в Библии, чтобы мы были не только слушателями, но чтобы мы и слышали это Слово, и его исполняли в нашей жизни. Интересная история, мы долго не будем как бы входить во все принципы рыбалки, но мы видим здесь рыбаков, которые протрудились всю ночь и ничего не поймали. И мы видим, они на берегу, они отмывают свои сети, уже собираются, чтобы закончился их трудовой вот такой вот день, да, и они собираются домой. И тут Иисус обращается к Петру и говорит, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. И мы видим Петр, как любой рациональный мужчина, да, может быть, еще прибавить рыбак к этому, который смотрит назад и расстроенный в своем этом провале рыбалка, да, никакого улова, и он, конечно же, логически пропускает это все через свой мозг, и Иисусу говорит, что, ну, мы протрудились всю ночь, то есть, с моей стороны, я обязан тебе сказать, что случилось, кого-то Иисус этого не знал. Но Петр говорит, учитель, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Но по слову твоему, вот интересная вот фраза вот эта, по слову твоему от Иисуса было обращение к Петру, от Иисуса было слово к Петру. И Петр смотрит на все, он может быть, думает, Иисус, с большим уважением к тебе, ты хороший проповедник, но я рыбак, я знаю свое дело, и мы видим, что Петр, он просто отодвигает себя в сторону, и он обращается к Иисусу, он говорит, но по слову твоему, то есть у меня в голове это не складывается, это я не понимаю, я до конца не знаю, что ты приготовил, но с моего экспириенса, да, нету здесь никакой рыбы, но по слову твоему, как ты сказал, я сделаю, и мы видим результат, мы видим, что Петр в своем послушании, он является или становится свидетелем силы Божьей, Петр не видит своими глазами, что происходит там в озере, он просто убирает себя и дает место Иисусу, моя задача сегодня послушать и сделать то, что требует от меня Бог, а остальное зависит от Бога. Каждому из нас, дорогие друзья, наша задача сегодня послушать, что говорит нам Бог и сделать это, а все остальное об этом позаботится Бог. Мое дело, наше дело сегодня послушать Иисуса Христа и мы видим, что маленькое послушание приносит большой результат и Петр видит проявление силы Божьей. Он видит эту силу Божию и естественно, если бы Петр не откликнулся на это слово Иисуса Христа своим послушанием, произошло ли чудо бы? Увидел ли бы он чудо в тот день в своей жизни? Этот вопрос задается и каждому из нас сегодня, дорогие друзья. Видим ли мы сегодня силу Божью в нашей жизни? Если не видим, то давайте проанализируем свою жизнь. Послушны ли мы Слову Божьему? Мы должны понимать, что эффективность нашей жизни не зависит от того, как мы умело или профессионально решаем все жизненные ситуации. Я как человек могу что-то предпринимать, что-то делать, я могу быть вообще ленивым человеком, а могу ставить перед собой очень высокие задачи. но нужно понять, что Библия учит совсем другому. Есть очень много чего мы можем делать. Что-то мы делаем хорошо, что-то мы делаем плохо, но мы не можем в нашей жизни вместить все наши возможности и все наши желания. Есть много чего мы можем делать, но есть одно, что мы должны делать, это быть послушными Богу. Живем ли мы и поступаем ли мы по Слову Божьему? Ищем ли мы воли Божьей каждый день? Мы можем планировать, мы можем смотреть назад и видеть все те дела, может быть, которые мы делали на протяжении нашей жизни, может быть, недели, может быть, года, но задаем ли мы вопрос, а есть ли в этом воля Божья? А живу ли я или было ли это согласно Его Слову? Был ли я послушен Богу во всем том, что я делал на протяжении своей жизни? Есть такой соблазн, дорогие друзья, сказать сегодня, ну, у меня, скажем, нету такого экспириенса, как у Марии, да, когда Марии явился ангел и принес ему вот эту благую, ей эту благую весть, и она ответив, сказала, да будет мне по слову твоему, да, или, может быть, мы скажем, я не Петр, которому явился Иисус и дал какое-то поручение, но у нас есть Его Слово, которое показывает, как нам поступать и как нам жить. Слово Божье, оно доступно нам сегодня, мы его можем читать, мы его можем слышать, и это Слово Божье, оно учит нас сегодня, как нам жить, как нам поступать в той или иной ситуации. Может быть, то решение, которое я приму, не принесет мне максимального количества денег, или, может быть, будет психологически или эмоционально болезненным, или, может быть, не принесет мне какое-то временное, временного удовольствия, но это будет то, что ожидает от меня Бог, и это будет то, чему учит Его Слово. Потому что смысл нашей жизни, этого временного нашего проживания здесь на земле, это максимально укорениться в Иисусе Христе. Мы в последнее время очень много об этом слышим в связи с тем, что происходит вокруг нас. Укореняться в Иисусе Христе, углубляться в Его Слово. Давайте посмотрим быстренько, для чего Иисус проявляет здесь свою силу. И для чего Иисус проявляет силу в нашей жизни. И первое, мы понимаем, что это для славы Божьей. Мы читаем в Иоанна 11 главе 40 стихом. Помните, когда Марфа, Иисус опоздал, Лазарь умер, и Марфа его упрекала, Иисус говорит, что если будешь веровать, то увидишь славу Божью. Знаете, вера – это самое большое дело, которое мы можем делать в ответ на Слово Иисуса Христа. Сегодня каждый из нас, он может верить и доверять Богу. И тогда мы увидим славу Божью. И тогда мы увидим силу Божью в нашей жизни. И мы видим, что Иисус делает все, Бог делает все для Своей славы. И здесь так же само. Все чудеса, которые он делал, он в первую очередь делал для славы Божьей. Ну, еще для чего Иисус проявляет здесь свою славу? Ну, наверное, для того, чтобы кошелек Петра стал потолще немножко. Представьте себе, сколько денег рыболовы заработали, поймав вот такой вот улов. Хотя здесь оговорка немножко, да, мы не знаем, потому что написано в 11 стихе «Оставили все и последовали за Иисусом Христом». Да? Иисус, хотя мы по-человечески, может быть, ожидаем, что Бог будет делать чудеса в нашей жизни, чтобы как-то, знаете, благословить нас земными какими-то материальными благами. Ну, Бог это делает, и это мы испытываем в нашей жизни. Но это ли есть главная цель Божья для нашей жизни? Чтобы как-то благословить нас вот этими земными временными какими-то благами. Иисус, Он намного больше заинтересован в нашем духовном благосостоянии, чем в нашем материальном. Иисус видит Петра. Он видит его уже как ловца человеков. И задача Иисуса Христа здесь показать Петру. Показать Петру, проверить его, что если будешь послушным мне, ты станешь этим ловцом человеков. Иисус, Бог сегодня смотрит на каждого из нас, и Он видит того человека, которого Он бы хотел видеть в каждом из нас. И все, что Бог делает в нашей жизни, мы должны смотреть через эту призму. Что Бог хочет от меня? Что Бог может быть хочет изменить во мне та ситуация, те события, может быть, которые происходят в нашей жизни? Чему Бог хочет меня научить? В какого человека Бог хочет, чтобы я превратился? Иисус видел Петра как ловца человеков. И цель, для которой Он проявляет вот эту силу, это именно чтобы Петр увидел, чтобы Петр поверил и чтобы Петр послушался. Осознаешь ли ты, дорогой друг, кто говорит к тебе? И кто стоит перед тобой? И почему ты вообще должен слушать его голоса и его слова? Ответ ясен, потому что ты человек, человек, потому что я человек, а он Бог. Мы люди, а он Бог. В книге Иова, 39 стихе, 27 стихом, есть очень интересное такое выражение, по твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Бог обращается и говорит, по твоему ли слову или все же таки по моему? И мы когда смотрим на слово Бога в Писании, то, что начиная с первой главы Бытие, когда Бог творил Слово и Слово его приводило в действие всю вселенную, и в этом стихе мы прочитали, что по Слову его парит орел в небе. Потому что это Слово не человека, это Слово Бога. Все упирается в то, кто для нас с вами является Иисус. Если мы любим Иисуса, то сила Бога будет проявляться в нашей жизни. Когда мы будем послушны Богу, А послушание наше заключается в том, чтобы поступать по Слову его. Мы видим это четко в истории с Петром. Второе, о чем бы я хотел просто поговорить, что касается нашего послушания. Знаете, Иисус хочет из Петра сделать ловца человеков. петра прежде, чем Петр перевернет мир, прежде, чем как Петр станет вот тем столпом церкви, которым Иисус его однажды назовет, Петр должен был проявить послушание и научиться слушаться. Потому что что Богу наша жертва, если у нас нет послушания. И мы видим, что послушание Богу лучше, чем какая-либо жертва. В первой книге Царства рассказывается всем хорошо известная история о возвышении и падении Саула. Мы читаем, что Господь назначил Саула в Царствие Израиля. В начале он был смирен. И мы даже читаем, что когда его выдвинули в цари, он даже прятался от народа. Но этого смирения надолго не хватило. И мы видим, что вскоре он превратился в гордого человека и вместо покорности и чтобы поставить себя под руководством Господа, он мы видим вот первый мятеж Саула. Саул и люди ждали Самуила, который должен был прийти на жертвоприношение. А в это время филистимляне были на другой стороне и уже были готовы к сражению. Но Самуил что? Он опаздывал. И тут Саул сделал то, чего не должно было делать. Он сам предложил принести жертву Богу. Послушный он всегда будет ждать Бога и будет выполнять то, что повелел Бог, чего бы это ему не стоило. А непослушный он покорен до той поры, пока все идет хорошо, пока все идет, может быть, по его расписанию. Но когда положение меняется, он берет все в свои руки и думает, что, ну, я долго слишком ждал, Бог не отвечает, я буду предпринимать какие-то свои решения, я беру все в свои руки и буду действовать. И мы видим, что Самуил приходит, он как раз пришел в тот момент, когда Саул закончил приносить жертву. И в 1-м царств 13-й главе 13-й 14-й стих мы читаем, «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ибо ныне упрочен упрочен был бы ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Саул не исполнил слова от Бога. Он не исполнил то, что приказал Бог. И мы видим вот этот результат. Это было для Саула решающим испытанием. И мы видим, сам Самуил говорит, если бы ты послушался все, Бог бы тебя благословил, Бог бы тебя, ты бы был хорошим царем и благословением для Израиля, но так как ты не послушался его, у Бога есть другой человек. Но что интересно, когда мы читаем историю Саула, мы видим, что в пятнадцатой главе он снова совершает этот же самый грех непослушание. В пятнадцатой главе с первого по третий стих мы читаем, что Самуил обращается к Саулу и он передает слова Бога и говорит, что Амалик, я вспомнил про Амалика, да, и вот он говорит, что теперь послушай гласа Господа. Самуил обращается к Саулу и говорит, теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваов, вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостоял ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него. Бог говорит к Саулу истреби все, что у него. И Самуил предупреждает Саула, он говорит, теперь послушай Господа. Тогда ты не послушался, но теперь Бог дает, наверное, второй шанс. Он говорит, послушай Господа. И мы видим, что Саул, он опять не слушается Господа. Господь приказал Саулу полностью уничтожить Амалика. 7 по 9 стих мы читаем, и поразил Саула Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага царя Амаликова захватил живого, и народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить. И все вещи маловажные и худые истребили. Несмотря на то, что Самуил предупредил Саула послушайся гласа Господа, выполни как хочет и требует Бог. Видим, Саул ослушался. Интересно, он не выполняет приказа Божьего? Или можно точнее сказать, он выполняет его так, как хотел он и его люди? Часто, может быть, мы в нашей жизни так поступаем. Мы слышим голос Божий, мы, может быть, читаем Его Слово, Его заповеди, и мы думаем, ну, мы выполним, но так немножко, как мы понимаем это, как мы видим это, и сотворим тот же самый грех, какой сотворил Саул и его люди. Они разрушили то, что хотели разрушить, и не тронули того, что не хотели разрушать. Но это нельзя назвать непослушанием. Но это нельзя назвать послушанием. Знаете, частичное послушание это непослушание. Мы своим детям тоже, наверное, так объясняем, что то, что ты выполнил частично, это не значит, что ты послушался. Ты все равно не послушался, потому что в какой-то мере сделал так, как хотелось тебе, или как ты посчитал, может быть, выгодным или нужным. Что мы оставляем в своей жизни? Что мы не разрушаем? Может быть, разрушая одно, мы говорим, Бог, мы перед тобою, вот мы от этого отказываемся, от этого, но мы не хотим разрушать определенные вещи в нашей жизни. Послушание Богу, это значит, что ты исполняешь его воли не просто частично, до той степени, пока тебе это выгодно, или пока тебе это кажется правильным. Оно значит, что ты делаешь все, что Господь приказал тебе сделать точно и до конца. Мы видим дальше историю Саула, что очень интересно, когда Самуил ему говорит о том, что он сделал негодное в очах Божьих. Мы видим, что Саул оправдывается. Он говорит, что я сделал это во имя Бога. Согласно Саулу, у них не было каких-то дурных намерений. Мы сегодня утром даже слышали это, что дорога в ад, она устелена какими-то благими намеренными. И мы видим также Саула, который скажет, что народ же из добычи, из овец, из валов взял лучшее из заклятого для чего? Для жертвоприношения Господу, Богу, твоему, даже не моему. Потому что Саул не считал Бога за своим Богом. И что интересно, вот он оправдывает вот этот поступок, он говорит, мы для Бога, мы взяли, чтобы принести ему жертву. И Бог учит сегодня нас, дорогие друзья, что наши все жертвы, они ничто, если у нас нет послушания. То есть Бог хочет от нас послушания, они жертвы, даже если это делается во имя Бога. И мы думаем, что мы делаем Его дело. Но если нету послушания, то это не угодно сегодня Богу. И дальше мы читаем, что отвечал Самуил. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и лопоклонство за то, что ты отверг Слово Господа. Опять мы видим вот это. Слово Господа. За то, что ты отверг Слово Господа. И Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Не важно, сколько жертв ты принес Господу. Если нету послушания, то это ничто. Важно то, насколько послушны каждый из нас сегодня Богу. И последнее, что мы извлечем из этой истории о Сауле. Саул хотел угодить людям. Мы это видим, когда мы читаем дальше. когда он признается, что да, я согрешил, он просит, чтобы Самуил все-таки почтил его в лице народа. Для него важнее было не то, что он потерял общение с Богом, для него было важнее то, что он выглядит недостойно в глазах народа. И он больше об этом переживал. И мы видим контраст, например, Давида, преемник Саула, который совершил прелюбодеяние, а затем и убийство. Однако, когда Нафан обличает его, он беспокоится не о своем троне, а он беспокоится о взаимоотношении с Богом. Вот почему Давид, ища восстановление отношений с Богом, был прощен, а Саул, ища восстановление своей власти, он был отвергнут. Заключение, дорогие друзья, подводя итог, несмотря на то, что было коротким вот это наше исследование, я надеюсь, что важность данного вопроса, она стала ясна. Мы читаем в Михея, 6 глава, 6 и 8 стих. «С чем пристать мне перед Господом? Преклониться перед Богом Небесным? Пристать ли перед Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчастливым потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева мое за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Все, что Бог хочет сегодня от нас, чтобы мы действовали справедливо, любили дела милосердия и смиренно-мудренно ходили перед Богом. Смирились под крепкую руку Божью. Непослушание, когда мы делаем то, что Бог не говорит нам делать. Так же само, как непослушание, это когда мы не делаем то, что Бог говорит нам делать. Когда мы действуем отдельно от Бога, когда мы не ждем Бога, когда мы не ищем Его воли в нашей жизни, когда мы не стараемся жить по Слову Его. Мы уже говорили, что есть много чего мы можем делать, но есть одно, что мы должны делать, это слушаться Бога. Живем ли мы и поступаем ли мы по Слову Божьему? Ищем ли мы воли Божьей каждый день? Это поможет нам Господь, анализируя нашу жизнь, каждый день сравнивать ее со Словом Божьим? Наши цели, наши желания, действительно ли это то, что требует и хочет от нас Господь? желаю, чтобы сила Божия проявлялась в нашей жизни, обильно через наше послушание Богу, всех благ земных, но самое главное сближение с нашим Господом. И когда мы видим силу Божию, проявляющуюся в нашей жизни, чтобы мы так же само, как и Петр в смирении и сокрушении, падали перед Богом на колени и прославляли его еще больше, как это делал Петр. Ему единому принадлежит вся слава на земле от нас и на небе. Аминь. Я призываю вас к молитве. Я призываю вас к молитве.